Теперь каждое мероприятие губернатора начинается с такого обряда, пока в мире бушует пандемия. После того, как измерили температуру, обработали руки, убедились, что все в порядке, можно приступать к докладам. Эта проверка здоровья главу региона ждала перед встречей с обновленным составом и руководством территориального фонда обязательного медицинского страхования. Мы утверждем комплексный план по реформированию работы системы обязательного медицинского страхования, в том числе и касающейся фонда. Первая главная задача – сохранить наполняемость системы обязательного медицинского страхования. Это особенно актуально сейчас в условиях жесткого и санкционного давления. Деятельность фонда также должна иметь пациент-ориентированный подход, говорит губернатор. Сегодня важно еще больше усилить работу по защите прав застрахованных граждан. Зачастую пациенты с жалобами и нареканиями обращаются к руководству больниц или напрямую в региональный Минздрав. Мало кто знает о существовании страховых организаций в системе ОМС, главная задача которых напрямую связана с защитой прав. Есть телефонные горячие линии, по которым любое страховное лицо может позвонить и получить ответ на любой вопрос. Также страховный лицо может позвонить в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Если фонд обязательного медицинского страхования считает, что это лицо принадлежит именно страховой компании ВТБ, то, соответственно, этот звонок переформатируют на наших страховых представителей. Не менее важным является не только своевременно реагировать на жалобы пациентов, но и повышать финансовую информационную грамотность сотрудников самого фонда. В Ульяновском регионе разрабатывается уникальный для страны проект под названием «Медико-правовая грамотность». Очень важно адресное сопровождение пациента. И для этой цели именно планируется приобретение информационного ресурса, где полностью и Министерство здравоохранения, и фонд, и страховые организации будут сопровождать пациента именно от момента обращения в первичное звено до окончательного решения техных вопросов по госпитализации. Всего в комплексный план реформирования работы территориального фонда входит 12 шагов. Все они вписываются в масштаб нацпроекта здравоохранения, где особое внимание уделяется доступности медпомощи и защите прав пациентов. Рината Леулова, Данил Сырков, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин